Мне кажется, можно и даже не комментировать. Вы сразу поймете, кто у нас в студии, если увидите. Но расскажем, представим. Это Анна Сейтканова, художник по гриму, и Анна Миркес сегодня в роли модели. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Анечка. Конечно, первый вопрос к вам. Мы знаем, наблюдаем, что вы уже в нашей телекомпании находитесь не первый час. Вообще, сколько подобного времени может уйти для создания такой красоты? Ну, конкретно этот образ был создан за полчаса. Так быстро? Да, опыт есть. И первый раз уже такой... Это эльфика? Ой, это очень интересный образ, который мы разрабатывали. Это дева, которые охраняют лес, и в них плавают наши сновидения. А, боже мой. Вот так, да. Что-то сказочно-космическое. Скажите, мы сегодня говорим о том, что мы привыкли, что для создания какого-либо образа, например, для фотосессий, выступает, как правило, визажист, который наводит красоту. Но есть же и тематические фотосессии, например, как сегодняшняя. Где вы берете, что называется, образы, которые будете переносить на модель? Как это вообще создается? Чаще всего образы придумываются самостоятельно. То есть хочется что-то красивого. Здесь мы играли от платья. Оно такое вот средневековое немножечко, очень интересное. И хотелось вот этой сказочности добавить еще больше. Начали думать про сказки, про то, какие образы можно сюда добавить. Ну, первая, это, конечно, эльфийская история. Поэтому у нас появились ушки. Но чтобы образ был полноценным, нельзя просто сделать абстрактного эльфа, ну, вот какой-то там. У него, у каждого персонажа должна быть своя история. Вот у нашей эльфийки сегодня тоже появилась своя история. Она хранит сновидение. Что вы делаете? Да, фиолетовая краска. Что это за прохабление у вас такое? Какие-то фильтры. Трафаретик. Трафаретик. Очень удобная вещь для того, чтобы ускорить. Мы сразу вот так наносим краску, и у нас получается текстура. Если вручную прорисовывать каждую чешуйку, это будет очень долго. А так раз, и моментально красота готова. А во второй руке что у вас это как называется? Это спонжик. Это просто спонжик, чтобы наносить? Бывают большие спонжики, чтобы покрывать большую поверхность. А если вот нужно точечно где-то, мы раз, 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 и маленькие полутона, уже все готово. Сколько цветов сегодня вы использовали? И бывает ли, что их прям большое многообразие? Цветов очень много. У меня дома розовых оттенков я недавно пересчитала. Их 16. Только розовых. 16-то просто. Только розовых. Это не считай красного. У девочек это стандартно вообще. У мальчиков это просто розовый, у девочек 16 оттенков. Слушайте, а чем вы работаете? Что это? Это простая какая-то пудра, тени, как это называется? Это хайлайтер. Я работаю в смешанной технике. Использую как гримерские материалы, так и материалы для визажа. Декоративно-космический. Как долго это может держаться? До первого смытия. Можно зафиксировать это, побрызгать специальным фиксатором. Тогда будет носиться дольше. Но в любом случае, если вы примете душ, то ни один образ этого не выдержит. Сложности смывания нету, да? Абсолютно нет. И сейчас сделаем мега-блеск. Что сделаем? Мега-блеск? Есть просто блеск. Вы видите, будем считать, что это волшебная пыльца. Теперь будет сиять абсолютно все. У нас получается такой сияющий, легкий, морской, речной образ. Да, сейчас очень популярна тема глиттер-бара. Блесточки входят в тренд. Расскажите поподробнее. Это глиттер-бар, это когда много разных блесточек? Да, это приглашают на мероприятие. И там украшаются блестками, стразами. Как можно больше сияния. И мы видим эти тренды у нас как раз проявляются в этом чудесном образе. Ну подождите, вы сказали, что смешанная техника, но доходя в магазин какой-то декоративной косметики, там цены очень такие, мне кажется, высокие. То есть этот грим, это дело дорогое, такой образ создать? Небюджетное, скажем так. Это нужно, это любить и фанатеть, поэтому, чтобы иметь такой ассортимент материалов. Хорошо, но у вас, Леночка, был опыт, например, украшать не только руки и лицо, как сегодня, и шею, а, например, полностью тело человека? Да, вот как раз Анна была моей моделью, принимали участие в конкурсе, у нас было 4,5 часа. На модели был топ, шорты и обувь. Все остальное, 80% тела были покрыты, но мы вышли из-за границы тела, мы приделали огромные рога, то есть мы сделали копыта. Это что за образ-то был с рогами и с копытами? Это тоже был сказочный образ, я вообще люблю создавать образы какие-то вот такие мистические по сказочкам. У нас был хранитель леса, такой олень на копытах с рогами, но тем не менее в образе красивой девушки. Скажите, а был ли у вас опыт создания, например, ну каких-то страшных образов? Да, да. Мертвецов, вот этого, да? Орков. Орков. Хэллоуин – это просто кладезь для таких образов. У меня дома есть несколько видов крови, искусственной, на всякий случай. Синяки, шрамы. Порезы там и все, что следует. Да, я тестирую на мужа. Ну, прекрасно. Я делаю себе какой-нибудь порез, ему показываю, если он говорит, фу, мерзостью, бери, значит, хорошо сделано. О, вот он какой показатель. Да, да, да. Ну, а вы сказали, что здесь идея была от платья, да, скажем так, от платья плясали, да, и дальше уже придумывали. Да, хотела что-то сказочное, необычное платьишко взять повседневное и украсить, а создать полный образ, поэтому вот плясали от платья. У вас очень красиво получилось, спасибо вам за то, что сегодня к нам пришли, поработали, потрудились, постарались, но самое главное нашим зрителям мы можем показать вот эту готовую работу, за которой хоть и не наблюдали, но процесс, который закончился, завершился сейчас перед нами. Да, красота, очень, очень хорошо. Нам нравится. Ну, раз пока мы еще показываем, можно еще тогда один вопрос, все-таки, ну, примерно хотя бы диапазон, на что нужно рассчитывать, сколько по сумме хотя бы там от до, для того, чтобы что-то подобное получить? Ну, обычно образы на лицо идут в районе двух тысяч, если полный боди-арт, там тысяч 15 может быть, в зависимости от сложности и детализации. И вашего роста. Зато какие потом красивые фотографии, волшебные. Нет, мы не сомневаемся. Дым еще добавим, свет. Поменяли бы свет, да. В общем, следующую встречу запланируем ближе к Хэллоуину. Договорились? Да, можно пораньше. И пораньше тоже сделаем. Продолжим эфир.